Сегодня бывший начальник механометаллургического бюро, ветеран труда Сергей Павлович Зырянов при параде. Ради такой встречи он надел все свои награды. Грудь Сергея Павловича украшена множеством юбилейных медалей. Все за достойный труд. Я никогда их не одевал, а сегодня услышал, думаю, кто его знает, как они выглядят на мне. Сергей Павлович Зырянов пришел в проектно-конструкторский отдел сразу после школы, в 1942 году. В самый разгар войны на заводе было трудно. Он до сих пор вспоминает ту ночь, когда ему, чертежнику, пришлось вместе с другими разгружать вагоны с эвакуированным оборудованием. Работать надо было быстро, ведь этот состав нужен был для более важного дела. Когда еще такой вагон поставили, нас предупредили, солому не выкидывайте. Мы сразу поняли, что это солому, значит эти вагоны пойдут в камышлов и повезут солдатушек на фронт. Поэтому солому не выкидывайте, потому что вагоны, весь пол был ушел соломой. Вот такая мелочь, но она сразу нас насторожила, что надо не разговаривать ни с директором, ни с кем, а дело делать. Нынешний начальник проектно-конструкторского отдела Евгений Глумов знает Сергея Павловича уже много лет. Одна из сложившейся традиций в отделе – честование ветеранов, поскольку они по-прежнему являются образцом интеллектуальной элиты завода. Мы встречаемся иногда так, спрашивают, как дела, я там, или наоборот, как ваше здоровье, там, все, у них даже бывает случайно, просто по телефону звоним друг к другу. Это не только, скажем, хороший работник, это добрый сосед, это очень хороший, это вот такие люди, это, видимо, закалила их обстановка сама. Само общение приятное. Экскурсия по отделу приятно их удивила. За время заслуженного отдыха процесс проектирования стал современным и максимально удобным для сотрудников. Зайдя в свое родное механометаллургическое бюро, Сергей Павлович Зырянов сделал для себя открытие. Привычный для него кульман уже не востребован. Чертежи выполняют с помощью компьютерной программы. Тут же вот раз увеличиваешь все, смотришь, можно же в окнах работать, не обязательно, что мелко пододвинул, посмотрел. Юрий Александрович Долганов в проектно-конструкторском отделе сменил множество должностей. Некоторое время был начальником отдела, и везде о нем говорят с теплотой. В работе он умел всегда четко поставить задачу и также выполнить ее. Одна из его первых сложных работ – реконструкция стана 20102 в трубоэлектросварочном цехе номер 2. Был сложный ремонт. С заменой почти половина стана. И рисовали буквально на коленке. Я на оперативку ходил через час, там замначальника цеха проводил в оперативке. Решали там вопросы, что сделать и как делать. А я уже приходил, на пальцах объяснял, рисуй фундаменты вот эти. А оборудование мы потом нарисуем. И электричество потом нарисуем. Только дело. Приходилось, с колеса работают. Нынешний юбилей они встречают с улыбкой на лице. Ветераны без сожаления говорят о прошлом. После такого теплого приема они убедились, что сегодня проектно-конструкторский отдел развивается. И славные традиции, зарожденные ветеранами в нынешнем коллективе, почитаются и сохраняются по сей день. Ольга Демьянец, Алексей Ионов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин